Всем привет, легендарные внучата! Вы находитесь на канале Папка Шоу, и я вновь вернулся для того, чтобы рассказать вам про новые ивенты в Роблоксе. Это ваша самая любимая рубрика, что по ивентам. Короче, ребята, сколько я бы не пытался перестать снимать промокоды в Роблоксе, сколько я бы не пытался перестать снимать бесплатные вещи, топ-скины, хотел даже перевести их на другой канал, но не получается никак. А знаете почему? Потому что вы не поддерживаете моё творчество, и сейчас объясню, почему я с чего такое вообще взял. Смотрите, ребята, я провёл небольшой эксперимент, он длился целых три недели, и я выпускал вам, во-первых, меньше видеороликов, потому что многие писали, что я делаю слишком много роликов, слишком много одинаковых видеороликов, и вы хотели какой-нибудь интересный контент. В общем, я решил вам дать этот самый контент и снял огромное количество крутых видеороликов, вот, например, вот просто гляньте сверху, ребята. Мы поиграли в Мардер Мистере, в Башню Ада с подписчиками, мы поиграли во многие игры, просто, ребята, мы играли и в Адоб, и в Пэт Симулятор, то есть мы вообще не затрагивали тему промокодов. И вы просто не набирали просмотров, вы понимаете? Любой ролик ЧПИ на моём канале набирал больше четырёх-пяти тысяч просмотров, а вот другие видеоролики не захотели набирать, вы их просто не смотрите. Поэтому мне приходится возвращаться сюда вновь и вновь, но делаю я это по-новому. Смотрите, если раньше у нас каждый видеоролик с вами был про промокоды в Роблоксе, по что, по ивентам, то есть мы каждый видеоролик получали что-то бесплатно или делали, то теперь у нас будет некое небольшое разнообразие. Каждый день будут выходить видеоролики, и только, ребята, только два раза в неделю будут выходить видеоролики по промокодам или топски нам без робокса, смотря по актуальности видеороликов. То есть, если сейчас, например, нет актуальных промокодов, то я не буду ничего показывать, буду, например, показывать топски нам без робоксов, и буду показывать всего лишь два раза в неделю. И это будет, ребята, среда и суббота, просто запомните эти даты, в среду и субботу на канале будут выходить видеоролики по получению бесплатных вещей, по топски нам без робоксов, а во все остальные дни я буду снимать только игровой контент. То есть, мы с вами, как обычно, будем фаниться, играть в разные игры, ну и вот как раз-таки в эти дни определенные, в среду и в субботу, мы будем с вами смотреть на бесплатные вещи. В общем, ребята, извиняюсь за такое большое вступление, это нужно было обсудить, поговорить с вами, и обязательно посмотрите мои прошлые видеоролики, если все еще их не видели. Я, короче, столько, на самом деле, вложил туда своей души, и вы их просто не глянули. Хотелось бы, чтобы вы все-таки поддержали мои видеоролики. Ну, а сегодня смотрим на что по ивентам, смотрим на ивенты в Твиттере, погнали. Я вообще не в курсе, что у нас там происходит, поэтому буду вместе с вами обозревать, что нового и интересного есть в Роблоксе. Ребятки, знали бы вы, насколько это прикольно вернуться к старой деятельности? Я очень-очень, блин, давно не был здесь, не был вот в этом вот самом Твиттере, не смотрел на бесплатные вещи, это ж какой-то капец. Ну, тут, кстати, какие-то реально появились ивенты, какие-то новые вещи, и сегодня мы с вами будем на них смотреть. Я даже, если честно, не знаю, что изменилось за это время. Я не снимал видосы по бесплатным вещам, наверное, где-то месяц. Да, ребят, после Нового Года, по-моему, не было ни одного видеоролика, где мы получали с вами бесплатные вещи, или говорили про какие-либо ивенты. Я вообще не представляю, что вам рассказывать, какая новая появилась информация. Поэтому сейчас будем вместе искать эту информацию на просторах нашего Твиттера, и первый как раз-таки, первое место отыскать, где мы будем ее искать, это Роблокс Ивент. Короче, давайте смотреть, что у нас тут есть, и, во-первых, ребята, насколько я понимаю, у нас закончился РБ Баттлс. А что за фигня? А где бесплатные вещи? Я немного попытался разобраться во всей этой ТВ, чтобы не быть дундуком максимальным и рассказать вам побольше инфы про РБ Баттлс. Все, ребята, я все понял, РБ Баттлс еще не было. И это, на самом деле, меня радует, потому что это как-то неприкольно. Я потому что не слышал, что были какие-то бесплатные вещи, и был просто ошеломлен, когда увидел эту картинку. Смотрите, они сражаются не за кубок, не за первое место, они сражаются за место в нашем как раз-таки РБ Баттлс. Настолько много в этом году заявок на участие, что просто-напросто Роблокс не может провести столько конкурсов. Поэтому им приходится делать некий отбор тех, кто будет участвовать в нашем РБ Баттлс. А РБ Баттлс, по факту, еще не проходила. Поэтому вот за последнее место непосредственно, за последнее место в нашем РБ Баттлс будет бороться вот такие вот два челика. Life of Kali и Sketch Uta. Не знаю, ни того, ни другого, но, наверное, очень популярны ютуберы, потому что вы просто посмотрите. Ребята, у них в Твиттере 351 тысяча, и у этого чела, а у этого всего 4 тысячи. Ладно, я за правого. Ну и, короче, как вы понимаете, очень скоро стартует непосредственно наш третий сезон РБ Баттлов. Мы будем смотреть, мы будем болеть, мы будем непосредственно получать бесплатные вещи. Ну или, если он реально прошел уже, то... Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вообще происходило в нашем РБ Баттл. Были они или не были, были бесплатные вещи или не были. Вы, я думаю, в курсе больше, чем я, потому что... Эх, что за прикол? Я предлагаю вам перейти к более интересным вещам. Это, ребята, какая-то непонятная штукенция. Давайте тоже обратим внимание, какое-то яйцо, вот такое хипорез, можно сказать, я не знаю, как это можно еще назвать. Какое-то, короче, челик с аэрокезом. Вот такое вот, больше похоже на яйцо. А также тоже второе яйцо. А, это Экхант. Это Экхант, ребята, че, серьезно? Короче, насколько я понимаю, это какой-то неофициальный Роблокс Экхант 2022 ивент. Я не знаю, что значит неофициальный, чей он и как выдаются вещи, но, насколько я понимаю, эта тема реально раскручена. То есть, вы просто посмотрите, у них есть своя страница, где они показывают какие-то видосы, показывают свои яйца. Они очень красивые, очень, блин, красивые. Вы просто посмотрите, насколько они классные. Это, короче, яйцо коровы, яйцо какое-то бомба или что это-то, ну, что-то похожее на бомбу, по крайней мере. Или даже, не знаю, Банана Итс игра, помните, есть? Вот там что-то подобное, похожее у нас есть в этой игре. И вот такой вот какой-то окулёнок, я, блин, не знаю, это всё очень красиво смотрится, но является ли этот ивент официальным? Напишено, что она фишал, но у них есть своя карта, у них есть какая-то своя локация. Я даже не знаю, что это такое, возможно, ребята, это что-то касаемо Роблокса. Я предлагаю вам зайти на эту карту, потому что, насколько я понимаю, здесь была где-то ссылка и можно как-то зайти в эту игру. Давайте ради интереса сейчас посмотрим, возможно, ссылку мы реально найдём и сможем куда-то сюда залететь. А вот, кстати говоря, ребята, информация по этому ивенту. Через две недели начинается Egg Hunt 2022 Lost in Time Releases. Короче говоря, ребята, посеренный во времени называется вот это вот как раз-таки ответвление нашего непосредственно Egg Hunt, охоты за яйцами. То есть охота за яйцами начинается ровно через две недели. Это капец как круто. Давайте, кстати, зайдём в Place, посмотрим, что у нас за такой Place. Да, вот, ребята, пока что этот экспириенс является приватным. Он у нас сделан инновативы Games. Ну, прикольно, на самом деле. И здесь, ребята, 4900 фаворитов. То есть эта карта, насколько я понимаю, какая-то реально настоящая. Это не фейк. Ну, вроде как. По крайней мере, мне так кажется. Я думаю, что это не фейк. Просто обратите внимание. Во-первых, нам дают вот такое вот прикольное яйцо просто за то, что мы зайдём в нашу игру. Уже 34 человека его выиграли. Вы просто посмотрите, как это выглядит. В общем, вот такое вот бейджик. И непосредственно яйцо, скорее всего, с перчаткой Таноса, с перчаткой Бесконечности, дают нам абсолютно бесплатно за то, что мы играем в Egg Hunt 2022. То есть мы в него подключаемся. Как я вам уже и говорил ранее, можно будет в него подключиться ровно через две недели. То есть примерно, примерно, ребята, не говорю точные цифры. 13, 12, 14 непосредственно февраля. То есть где-то в таких числах можно будет зайти в эту игру. И если прямо сейчас посмотреть абсолютно все наши как раз-таки бейджи, которые можно здесь получить, появляются некоторые вопросы. Что это за бейджи? Здесь просто бейджи по типу CE, EOTD, BBE, TBE, MI, Y. Короче, можно перечислять до бесконечности. Тут огромное количество бейджов, которые никто абсолютно не получал. И что это такое, я не знаю. В общем, какие-то бейджики. Пока что они без названий. Пока что бейджик единственный, который у нас есть. Вот как он выглядит. И, насколько я понимаю, это реальная вещь, которую можно будет реально получить. Давайте, кстати, перейдем к создателям этой игры. Что у них здесь за профиль? Вы просто, блин, обратите внимание, насколько здесь много комментариев у них на стене в группе. Это все от 30 января. Вы просто представьте, сколько людей ждут этот новый экран. Это же какой-то капец. И вы просто обратите внимание на комментарии. Please open. Пожалуйста, откройте. Я надеюсь, что я смогу получить фантастическое яйцо в нашем Экханте в этом году. Кстати, мы сейчас с вами обязательно посмотрим на все яйца, которые тут есть. И их обязательно оценим. И кто-то пишет, что эта игра, скорее всего, появится 12-го числа. То есть предполагает, что будет именно 12-го. Ну, мы с вами примерно так и предположили. 12-го, 13-го, 14-го. Где-то такие даты, я думаю, будут у нашего выхода, нашего Роблокс Экхан. Не знаю, насколько игра сейчас является сырой или доработанной. Этого мы знать никак с вами не можем. В магазине здесь ничего нету. В Афилитис ничего нету. В Эбау тоже абсолютно ничего нету. Кроме вот такого челика, который сказал, что у него трейлер будет в следующий Сатудей. А это у нас, ребята, суббота на Ютуб-канале. Ну, уже 15-го января был этот пост. Скорее всего, трейлер уже есть. Поэтому предлагаю вам переместиться снова в Твиттер и посмотреть трейлер на этот Экхан. Ну, кстати говоря, нас сразу же встречает вот такая вот гифка. Давайте обратим на неё внимание, как она выглядит. Посмотрим. Возможно, ребята, мы что-то здесь можем спалить, увидеть интересное. Приблизить гифку, к сожалению, у меня не получается. Но вот, буквально вот так вот мы можем на неё посмотреть. Давайте обратим внимание. Это, насколько я понимаю, какой-то затерянный лес. Возможно, это что-то подобное. Оно смотрится довольно прикольно. То есть вот в этой локации мы будем с вами бегать и собирать, искать яйца. Может быть, ребята, я вообще не понимаю, что здесь надо будет делать. Кто в курсе, напишите в комментариях. Но также здесь есть вот такой 14-секундный очень, блин, размытый трейлер. Очень размытый. Я не представляю, как его смотреть. Вы просто посмотрите на качество этого трейлера. Что за фигня, блин? Я не представляю, короче. Вот так вот смотрится получше. В общем, смотрится это как реально охота за яйцами в старые времена. Здесь можно на фоне заметить какое-то здание, примерно времени мая. А также можно заметить дом, который очень похож на какие-то новые строения. В общем, вот такой вот интересный у нас есть, ребята, трейлер. По трейлеру мы ничего абсолютно пока что понять не можем. Яиц тут нигде не наблюдается. Возможно, их можно будет получать за определенные квесты на этой карте. Возможно, нужно будет ходить непосредственно по каким-то другим картам. Этого мы тоже с вами сказать не можем. Потому что инфы ведь нету, ребята. Но вот такие вот яйца я точно хочу себе получить. Это у нас, ребята, два новых яйца. Классовое скипер яйцо и фоллен стар эгг. Давайте переведем это непосредственно на русский язык и посмотрим, как это переводится. Яйца шкипера класса. Спасибо за название, в общем. И яйца упавшей звезды. Но вот второе неплохо смотрится. Яйцо упавшей звезды. Короче, вот второе я точно хочу получить. Насчет первого, ну, в принципе, тоже. Поэтому хотелось бы. Смотрите, чтобы вы немного больше понимали эту ситуацию, я почитал все комментарии. Узнал, что есть этот самый Экхант 2022. Это у нас, ребята, не официальное событие от создателей некоторых игр. В общем, это разработчики, которые решили пойти против системы Роблокса. Точнее, попробовать просто-напросто вместе с Роблоксом разработать новую игру. Они берут на себя полное создание, они берут раскрутку, они делают абсолютно все, и Роблоксу остается только нажать на одну кнопочку. Вот так, по щелчку пальца выложить эту игру непосредственно в Роблокс, раскрутить ее и непосредственно добавить в ивенты, отдать эти вещи абсолютно бесплатно людям, добавить их просто-напросто. Я думаю, что вы меня примерно понимаете, что я имею в виду. То есть, эта игра пока что является не совсем официальной. Люди очень сильно надеются, что через две недели Роблокс все-таки посмотрит на всю эту тему, которую мы с вами разводим. Поэтому просто заходите обязательно на вот этот вот аккаунт, на котором мы сейчас находимся в Твиттере. Пишите комментарии, подписывайтесь обязательно. Потому что только нашими петициями, только нашими усилиями мы можем продвинуть этот самый твит, чтобы вы увидели Роблокс и непосредственно добавили вот это событие себе в ленту событий в наши как раз таки ивенты. В общем, ребята, как-то так это все выглядит. Я очень сильно надеюсь, что Экхант и, в принципе, Роблокс согласится на всю эту аферу и добавит наши как раз таки новые яйца, наш новый плейс, наш новый ивент себе в Роблокс. Но здесь просто огромное количество новых яиц, вы просто посмотрите на это яйцо. Это тропическая птица, вы понимаете, ребята? Тропическая птица! Это же офигеть! По крайней мере, ребята, эти яйца смотрятся намного презентабельнее, чем их делал Роблокс. Роблокс тоже были довольно красивые яйца, которые можно было получить бесплатно. Но вы просто гляньте, какие они здесь проработанные. Во-первых, это яйцо какой-то свиньи с какими-то зубами, больше похожим на крота. И вот такое деревянное яйцо с красной шапочкой. Прикольно, ребята, ничего не скажу по-другому. Собственно, вот такое вот второе яйцо в виде гриба. Оно тоже очень прикольно, классно смотрится. И яйцо в виде мастера. Как видите, у него здесь есть такой вот пояс, поясная сумочка и огромное количество инструментов. Тут есть и гаечные ключи, и всё подряд, и даже два маленьких яйца по бокам. Типа помощника, короче. Прикольно смотрится. Они регулярно сливают яйца, регулярно делают какие-то новые сливы. Вот, например, просто посмотрите, яйцо-пчела. Яйцо-пчела! И яйца будут разыграны в качестве призов за участие. То есть мы будем участвовать, выполнять какие-то задания, и нам будут давать такие вот вещи. В принципе, насколько я понял, если всю эту тему не подтвердит Роблокс и не сделает её официальной, возможно, они как-то договорятся и всё-таки просто будут напросто сделают эту игру как промо-акцию, мы будем заходить и получать вещи бесплатно, даже если Роблокс не согласится. Но если Роблокс согласится, они отдадут свои наработки этой игре, то будет ещё больше яиц, будет ещё больше контента, будет ещё спонсорство на то, чтобы раздавать бесплатно людям вещи. Ну и, ребята, вот такой вот интересный у нас получился сегодня видеоролик. Ещё раз извиняюсь за такое огромное длинное вступление, но это нужно было вам рассказать, чтобы вы примерно понимали, что будет выходить на моём канале. В общем, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, встретимся в следующем видеоролике Легендарды и Вдучата. В общем, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok